В канун 150-летия со дня рождения нашего земляка художника Ивана Крамского художественная школа его имени выпустила очередных своих воспитанников. Всего 43 человека. Торжества по этому поводу прошли в историко-художественном музее, опять же названного в честь известного портретиста. Всех собравшихся поздравила заместитель главы администрации района Светлана Хатунцева. Спасибо вам огромные родители, что некоторое время ранее вы привели своих деток в нашу художественную школу. Школу, которая славится своими прекрасными традициями, своими талантливыми педагогами. Я все-таки надеюсь, ребята, что когда вы закончите общеобразовательную школу, вы пойдете вот по этому пути. Может быть вы поступите в художественное училище, может быть в институт и вернетесь в наш замечательный, прекрасный, любимый город Острогорск. Придете на смену своим преподавателям и также будете учить острогожских мальчишек и девчонок. Основатель и директор художественной школы Александр Ишутин подчеркнул тот факт, что в этом году уровень выпускников крайне высок, о чем, помимо прочего, свидетельствует и выставка их работ, представленная в музее Крамского. Здесь не только показывается качество работ и не только показываются знания, которые накопились в течение четырех лет обучения в школе, но еще сама тема как бы побуждает наших выпускников делать вещи буквально философские. А дети, поверьте мне, вот из опыта работы, они великие философы, они мыслят мудро, широко, глубоко и в то же время просто, как любые дети. И вот в этом во всем и величие детского художественного творчества. Этот год, который мы прожили, можно сказать, с достоинством, выступали на различных художественных формах, начиная от районных, областных, всероссийских и международных. На каждом из них были завоеваны достойные награды, о которых сегодня на этом вечере мы будем говорить. И дети, и педагоги отличились, которые также участвовали в очень значимых и порой неожиданных выставках. Одна из выставок, о которых говорил Александр Ишутин, прошла накануне выпускного вечера в Воронежском театре драмы имени Кольцова. Называлась она «Старая-старая сказка» и прошла под руководством губернатора Алексея Гордеева. Одной из победительниц стала наша землячка Ольга Зверева. Работа шла около месяца. Долго и кропотливо прорабатывали каждую детальку, каждый кусочек. После чего Сан Саныч отвез наши работы в Воронеж, в отборочную комиссию. И неожиданно на днях мне сообщили о том, что я стала лауреатом этого конкурса. Эта композиция созрела у меня в голове после перечитки сказки «Серебряные копытца». То есть там дедушка с девочкой и с кошечкой. Пообщалась с нами и одна из выпускниц художественной школы Светлана Коржова, автор такого вот автопортрета. На Тюморте мы всегда рисовали, это стандартная основа. А так город, пейзаж городской какой-то интересный. Чтобы была идея, чувствовался дух картины. А там без разницы. Острогорская художественная школа имени Крамского по-прежнему остается одним из самых престижных заведений подобного рода в регионе. Ее выпускники на протяжении многих лет поддерживают реноме Воронежской области на самом высоком уровне.